Посмотрите на эти фотографии знаменитостей. Думаю, многие из них вам знакомы. А ведь им уже более 20 лет, а их все еще продолжают тиражировать как печатные издания, так и ваши любимые паблички. А нахрена? Есть же вот, свежак, новые фото, красотища. Ё-моё, бери, не хочу. И те, и другие фото сделаны профессионалами на профессиональные камеры. Но разница налицо. Да и у вас наверняка бывает такое, что вот видите вы что-нибудь красивое на улице, или сами хотите сфотографироваться, берете телефон, фоткаете, а получается прям какое-то говно. И вы не понимаете даже почему именно, потому что иногда получается, иногда не получается. По всей видимости, у хороших фотографов есть какое-то свое особенное видение, своеобразный взгляд. Что это за взгляд такой, с чем его едят, и это что, молодой Киркоров? Эти и другие вопросы сегодня в ролике. Здрасте, вы на канале Сейна. Если вам в голову вдруг закралась такая крамольная мысль, как, а нахрена мне это сейчас слушать? То вот над чем задумайтесь. Все постоянно постят фотки. Соцсети переполнены фотографиями. У вас точно есть подруга, которая каждый день по три раза устраивает себе фотосессии в туалете, которые потом оказываются у вас в исторках. И ведь помимо Инстаграма есть еще тонна приложений, которые используют фотографии как вот главную часть своего контента. Все делают фотки. У вас наверняка галерея переполнена, просто забита до краев вашими шедеврами. При этом большинство вот этих коллекционеров фотографий с огромным стажем вряд ли знают, что такое правило 3T, HDR или, допустим, баланс белого. Хотя все это находится прямо у них в телефоне. И знаете, вот вы, например, постоянно фоткаете. Наверняка ведь какой у вас любимый фотограф? Он вообще есть? По сути, современность как бы навязала всем хобби фотографов. И они вроде бы приняли это хобби, но при этом прошариться в теме решились далеко не все. А представьте, насколько можно более круто, оригинально и качественно вести свои соцсети, если вы будете не просто по инерции выкладывать туда фотки всего и там последнее, что в галерее валяется, а действительно пытаться создать визуальные работы. Если вот то, что я сейчас говорю, кажется вам каким-то непонятным и чуждым, то вы еще просто не влюбились в фотографию. Благо сделать это нетрудно. Прямо сейчас вы смотрите на работы величайших фотографов мира, на которых уже долгие десятки лет учатся новые поколения фотолюбителей. Бесчисленное количество шедевров создано нашими соотечественниками. Московский мультимедиа-арт-музей предоставил мне возможность показать вам работы Игоря Мухина и Эммануила Евзерихина в отличном качестве. Да, вот сейчас стоит поставить лайк за визуальный оргазм в ролике. Из-за карантиновой ситуации, и я снимаю вот в таких вот условиях, картинка несколько хуже из-за того, что я не могу ездить к своему оператору, потому что не уверен, что смогу объяснить полицейским, что я вот еду на работу видеоблогером. Также из-за карантина выставки Мухина и Евзерихина сейчас пустуют в мультимедиа-арт-музее, но зато они доступны онлайн. В ролик войдет далеко не все, поэтому перейдите по ссылкам в описании и зацените выставки полностью. Этот ролик это некоторый гайд по тому, как нужно наслаждаться фотографиями. Я здесь буду рассказывать штуки, на которые вам нужно обращать внимание. Первый из них это сюжет. Нас привлекают подобные фотографии из дикой природы, потому что они дают нам рассмотреть в мельчайших подробностях то, что происходит за долю секунды на другом конце планеты и в глубине леса. Это понятный каждому интерес к экзотике. Фишка стрит фотографии в том, чтобы испытывать такой же интерес к привычному миру. Эти фотографии завораживают не только потому, что погружают нас в эпоху, но и потому, что в них происходит много всего и сразу. Получается парадокс, ведь нам нужна динамичность в застывшем мгновении. Но в этом и есть вся фишка. Если рассматривать мир вокруг себя как нечто диковинное и незнакомое, а процессы, происходящие в нем, как непредсказуемое, то можно поймать нечто подобное. Поэтому большинство людей, вот самое большое количество фотографий делают именно в поездках. Когда оказываешься в новом городе, а тем более в новой стране, ты как бы инстинктивно хочешь фотографировать, фиксировать все вокруг. Именно чтобы самостоятельно пробудить в себе тот же интерес, фотографы и художники выбираются на пленэр. Если вы не знаете, что такое пленэр, то в давние-давние времена, когда людям еще можно было выходить на улицы, художники и фотохудожники шли в необычное незнакомое место, или в знакомое место, но в какое-нибудь необычное время, или во время какого-нибудь необычного природного явления или общественного, и творили там. Художники, соответственно, писали, фотографы фотографировали. Я сам такое практиковал, это очень крутой опыт, и когда все это карантиновое бесиво закончится, то настоятельно вам рекомендую найти какое-нибудь неизведанное вами место в городе, в идеале безопасное, собраться и херануть туда в 6 часов утра, или когда у вас там транспорт начинает ходить, вот в 6-7 утра, херачьте и снимайте там, потом попейте кофеечку. Это будет очень крутой опыт и отличное воспоминание, я вам гарантирую, и сам сделаю ролик с этим. Наверное. Вы даже не представляете, сколько сюжетов происходит каждое утро в час пик прямо в вашем городе. К тому же, у подобных фотографий есть бонус, ведь со временем привычные детали быта становятся историей, и многие из этих фотографий, которые вот вы сейчас видите, обрели актуальность спустя 15-20 лет после создания. Например, вот этот, пойманный на небольшом квартирнике, малоизвестный музыкант Витя, или тот же Киркоров, но тут и комментировать нечего. Следующее, на что вам стоит обращать внимание, как когда вы сами делаете фотографию, так и рассматривая фотошедевры, это композиция и ритм. На ютубе есть 3 миллиарда роликов про то, что такое золотое сечение, правила третей, что такое ритм и так далее. Именно удачная композиция или удачное сочетание каких-то объектов становится главной целью фотоохоты. Эту композицию могут образовывать люди, здания, их тени, несколько похожих объектов, их настроений. Главное, уметь видеть геометрию и мелкие сюжеты, которые мы привыкли не замечать. Один из отцов подобного подхода к фотографии был, кстати, опять же наш соотечественник Александр Родченко. У него учились все, и отголоски его работ можно наблюдать в работах других авторов на протяжении всего этого видео. Чтобы подмечать подобные штуки самостоятельно, достаточно просто насмотреться шедевров фотографии и бежать практиковаться. Кстати, если вы собираетесь заниматься дизайном, живописью или любым другим визуальным креативом, то этот навык вам ой как поможет. Многие не считают фотографию за искусство, а фотографов за деятели искусства, потому что не понимают, где тут вообще творчество. То есть художник, даже если он срисовывает с реальности, то он все равно с нуля выносит на холст свое видение. Фотограф же просто нажимает кнопку. Но вот именно светотень, ракурс и, конечно же, решающий момент, это основные творческие инструменты фотографа. Притом, этому недопониманию уже более ста лет. Аж в 19 веке вот этот вот очаровательный мужчина, Оскар Густав Рилайндер, стремясь откреститься от прикладной функции фотографии, создавал вот такие работы. Ему очень хотелось, чтобы фотографию воспринимали как серьезное искусство, поэтому работа отсылается сразу и к античным, и к библейским сюжетам, и называется «Два пути жизни». Короче, прям размазанное по холсту морализаторство. При создании этой работы использован фотомонтаж, то есть фотошоп до фотошопа. А самое ироничное то, что несмотря на все это напыщенное стремление к высочайшему искусству, на выставке соглашались брать только половину этой работы. А знаете почему? Из-за обнаженной натуры. То есть люди, которые до этого регулярно, просто постоянно видели обнаженную натуру на картинах, считали неприличным ее же на фотографиях. Потому что сам факт документальности этого, он делал это недопустимым, потому что, ну здесь она все-таки нарисованная, а тут люди не могли выкинуть из головы факт, что это реально голый человек стоял перед фотографом. И вот именно в этом проявляется тонкая разница, что у фотографии есть какие-то особенные свойства, и потом именно эти свойства легендарные фотографы использовали себе в плюс. А вот вам, кстати, современные воплощения фотомонтажа. Работы Лоуренс Марсальер это идеальный минимализм. Она убирает с фотографий все лишнее, чтобы получать вот такие пейзажи. Если вы подписаны на всякие паблики с визуальной красотой, например на мой, вам точно уже попадались ее работы. Кстати, дополнительный прикол состоит в том, что она время от времени немного изменяет фотографии у себя на сайте. И таким образом, вот вам новые формы того, как фотография может жить. Вы каждый раз, заходя на ее сайт, можете тех же фотографий уже не увидеть, они будут чуть другие. То есть они как бы живут. Круто! Следующий пункт это обстоятельства. Стрит-фотографы стремятся найти самые яркие и характерные проявления общества. Это гуляния, митинги и, конечно, война. Множество метров фотографии создали свои лучшие работы именно в самые тяжелые времена. Эммануил Евзерихин прошел всю Великую Отечественную войну. Он снимал в каждые из дней Сталинградской битвы, а после разрушенный войной город, взятие Кенигсберга, освобождение Польши и Чехословакии. А во время освобождения Минска был снят пробирающий до мурашек кадр, который называется «Стоять насмерть». А вот этот разрушенный фонтан в Сталинграде – отличный повод задуматься над тем, насколько красноречивыми могут быть неодушевленные объекты. Фотокорреспонденция – это самые яркие свидетельства о Второй мировой войне, что у нас остались. Пленку приходилось проявлять на 30-градусном морозе и отправлять в Москву самолетами. Другие работы Евзерихина также советую глянуть по ссылке в описании. Каждый турбулентный период в жизни самых разных общих за последние сто лет фиксировали фотографы-документалисты. Вы сейчас видите серию «Наши девяностые. Время перемен» Игоря Мухина. Драмы, волнения, надежды – живая, но застывшая эпоха. Именно такие снимки лучше всего раскрывают смысл термина «гуманистическая фотография». Мы привыкли смотреть на людей и события через призму своих насущных проблем. Значимость ко всем событиям приходит как будто только после, и кто знает, может быть и в вашем объективе окажется что-то эпохальное. В этом плане девяностые – отличный пример, ведь сейчас для нас-то переломный момент. Тот самый исторический период, который мы даже спустя 20 лет вспоминаем как нечто ужасное, как хаос и анархию, нас не перестают пугать возвращением девяностых. Но для людей, которые жили тогда, это была просто жизнь. Работы Мухина – это яркий пример того, как можно взглянуть на свое время и окружение со стороны, наблюдать за столь знакомыми соотечественниками, как за инопланетянами. В итоге эти фотографии говорят гораздо больше, чем любые рассуждения про лихое время. Мухин сейчас преподает и учит новые поколения фотохудожников, так что если вы пропустите все сказанное здесь мимо ушей, то через 15 лет будете узнавать свою эпоху на чьих-то чужих фотографиях. Последнее – это ракурс. И вот видеть что-то в неожиданном ракурсе или под иным углом – это прям клише-клише. Но это буквально то, что требуется от фотографа. Вообще идеальный стрит-фотограф – это человек с мантией-невидимкой. Ведь, как видите, вот на всех этих работах люди естественные. А каждый из нас меняется, когда видит камеру. И фишка стрит-фотографии именно в том, что на момент нажатия кнопки фотограф остается незамеченным. Или, если его заметили, эта естественная эмоция, которую человек испытывал до нажатия кнопки, она еще сохраняется. Именно поэтому никто ничего не изображает. И этой естественности вы не получите, ходя с видеокамерой или там с GoPro на голове, потому что каждый меняется в виде камеру. Да и в принципе, сохранить взгляд от первого лица, как будто из толпы, в силу только стрит-фотографу. Можно сказать, что этот подход сформировали потребности главных работодателей и фотографов прошлого – газеты и журналы. Статья с иллюстрацией должна была привлекать читателей и давать ему ощущение присутствия. Многие из показанных в этом ролике фотографий не раз были на обложках самых разных изданий. С развитием техники этот подход продолжает открываться по-новому. Даже борьбу с коронавирусом сейчас снимают именно так. Ровно так же, как завораживает прыжок с парашюта от первого лица или торнадо, так же и завораживают различные эпидемии, войны и другие жуткие события. Но в этом как раз и прелесть нашего времени. Мы можем безопасно разглядеть войну или эпидемию, как сейчас. Настоятельно рекомендую вам поискать еще фотографии. Опять же, обязательно посмотреть эти онлайн-выставки. Вы-то потом можете друзьям-то хвастаться, что вы на выставке были, а вы-то с дивана и не вставали. Вот такие лайфхаки на канале Сейна. Еще подписывайтесь на мой закрытый паблик, в который вход 5 баксов через патреон. Но зато там музыка, кинища, книжки. Все лично я рекомендую. Каждый день вот этими вот пальчиками натыкиваю вам туда постов, постеночек. Еще мой шикарный инстаграм, камерный канал, где выходит интервью с молодыми актерами. И вообще, спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, где кнопка подписки. БРО!